На этом рынке на самом деле очень много предложений. Компаний много российских, много зарубежных. Мы покатались по стране, по загранице, когда выбирали пыли в том же Кернеле, выбирали для себя технологию. Где-то в 2016 году я познакомился с Алексеем Трудниковым, здесь в Зернограде у нас. И нам понравился их подход, то, что они люди, которые вышли из почвоведения, выпускники и теми лязерки, преподавали там. И с тех пор мы пробовали до этого с другой компанией работать, но этот подход нам... Мы тестировали 900 гектаров под их технологию отдали, и не пошло. Мы увидели, что это не тот путь. Результаты показали, что надо искать что-то другое. И вот в это время уже познакомились с Агронотом, с Трубниковым Алексеем. Были также совместных поездках, много обсуждали. И в итоге начали с ними пилотный проект в 2017 году. Мы под этот проект отдали 5000 гектар в Зерноградском районе. Потом оценили итог. Увидели, что... Цель-то у нас в основном была какая? Мы хотели контролировать свои затраты. Зряче вносить их туда, куда надо. Для этого, естественно, нужны инструменты. Инструменты это вот то, что предлагают наши партнеры. Компания Trimble. Ну и все, кто в этой области работают. Их тоже много. Естественно, это очень недешевые технологии. Техника очень дорогая. И это даже не самое главное. О том, что вот все, что озвучивают представители компаний, запустить это все очень легко. Чтобы весь функционал в полном объеме заработал. Это стоит и больших нервов. Кроме денег, люди у нас из полей. Иногда шутками не выходили. То есть это был непростой процесс. Но без этого дальше не пойдешь. Вот эти 5000 гектар нам подтвердили, что технология правильная. И с тех пор мы в эту сторону развиваемся. На сегодняшний день у нас 60% башни отзонировано. по технологии компании Агронома. И совместно с ними мы двигаемся дальше. Вот вы здесь видите карты, зонированные карты полей в Зерноградском районе наше хозяйство. Где пульт? Следующий. Вот вы видите образцы наших карт. Вот здесь было сказано о том, что в Кертнеле, где мы тоже были, кстати, сколько, 10 комбайнов, да, сказали? Скотирование урожайности. У нас на сегодняшний день уже 27 комбайнов с таким функционалом. Почему они нам понадобились? Для того, чтобы мы... Вот те опыты, которые... У нас масса опытов. И для того, чтобы понять, что мы получаем в итоге, то, что мы хотели, получилось, не получилось, в какой мере это получилось, мы оборудовали эти комбайны. И вот видите, тут пошагово схема расположения почвенных разрезов. Это технология агрономута. Коллега рассказывал, как это они все делали, и они будут туда встревать. Вот дальше... Дальше, как это все реализовалось, да, мои коллеги подсказывают. И в итоге карта урожайности, которая подтверждает, что технология у нас правильная. Конечно... Дальше. На сегодняшний день... Ну, это техника, которая у нас есть. Это и разбрасыватели с дифференцированным внесением, это и опрыскиватели, и, естественно, посевные комплексы, которые имеют функционал дифференцированного внесения удобрений и посева к культурам. Дальше. Здесь... А где это не тот слайд, Стас? Ты не принял? Здесь, смотрите, здесь опыты по... Которые были заложены в разных зонах продуктивности. Слева зона низкой продуктивности, и справа, как мы называем, зеленая зона с высокой продуктивностью. Мы... Значит, как мы проводили оценки в этих зонах продуктивности, пока у нас не были оборудованы комбайны в первый год, мы убирали гелянки метр на метр и обмолачивали зерно. Вот там мини-бат представлен. Прямо на поле иногда делали. Если объем работ был большой, перевозили в лабораторию. Да, измеряли основные показатели продуктивности. Это урожайность, качество. Дальше, Стас. Ну, это вот... Как мы оценивали технологию? Мы их закладывали. В этом году у нас уже заложено около 40 полей, опытных, да? Да. Вот так. В сезоне 21 было заложено порядка 40 полей тестовых площадок производственных. И на предыдущем слайде показывали мелкоделяночные опыты. То есть они расположены у нас по разным зонам. Ну, то есть это тоже как один из методов оценки технологии. Но мы считаем, что все-таки для того, чтобы правильно оценить технологию, нужно иметь в хозяйстве инструмент, как квартиру на урожайности в том числе. Потому что это дает нам большой объем информации по полю, в том числе большое количество данных, которые мы можем отфильтровать, посмотреть. То есть понять, как вообще происходило отличие, допустим, от контроля тех же самых или тестовых участков. На данном слайде один из тоже методов оценки был проведен по результатам 2020 года. Мы сравнивали многолетние зоны продуктивности с текущим индивиай по максимальной агитации. И то есть для себя сделали вывод, что порядка 50-60% они совпадают с многолетними зонами. Да, они имеют динамику, они в процессе могут перемещать свои границы. Все это зависит тоже в том числе от климатических каких-то моментов или особенностей поля. То есть здесь нужно обязательно разбираться в целом. И мы видим потенциал данной технологии именно с точки зрения невыравнивания по дороге, по полю. Если говорить о подходе, как поступать, выравнивать или не выравнивать, есть разные подходы. Вот здесь нам озвучили только два разных подхода. Они все имеют место. Не является ошибкой та или иная технология. Вопрос, где их применять. В наших условиях мы определились, что на наших почвах, в наших климатических условиях у нас вот этот пресловутый и лимитирующий фактор – это запасы влаги. И этот показатель, он очень сильно коррелирует с рельефом почвы. То есть почвенная влага перемещается по рельефу. Поэтому, чем дальше вникаешь в эту тему, возникает очень много интересных вопросов. Вот мы наконец, допустим, увидели, что нет прямой корреляции между содержанием элементов питания в почве. У нас минимум, допустим, всегда фосфор. У нас нет такого, как коллега говорил, 40-50 грамм на килограмм почвы. У нас от 10 до максимума 35. Вот с этим нам приходится работать. И мы увидели, что 35 содержание фосфора – это совсем не означает, что это зона высокой продуктивности. Далеко не всегда такая корреляция присутствует. Больше у нас все-таки зависит от того, где и какая влага содержится. И вот этот метод работы по датчикам, которые определяют, какой цвет растений, более темный или менее, и кормить больше или меньше, для нас, по нашему разумению, это неприемлемый подход. Ну, во-первых, потому что там уже, где видны вот эти проявления того, что чего-то не хватает, это значит, мы что-то упустили. У растений довольно короткий вегетационный период. И то, что потеряют в течение недели, потом уже не украли. Могут произойти процессы, которые уже необратимы. Поэтому наша задача – создать максимальные условия для развития там, в тех зонах, где потенциал многолетний показывает, что он лучше. Менять. Надо сказать, что эти зоны, они, конечно, подвижны, но не изменчивы. Они не меняются в корне, понимаете. В хороший год по улажнению эта зона может, часть зеленой зоны может перейти, может занять и желтую зону, часть желтой зоны. И также может произойти обратный процесс, если у нас с лагой состояние погода хуже. Поэтому изменчивость есть, подвижность есть, но изменчивость как таковой, чтобы одна зона переходила четко в другую. Но мы пока на наших полях такого не видим. И многолетний индивайд, на основе которого зоны делали с агрономатом, это показывает четко. Дальше у нас что-то еще? Все, да? Ну тогда, что бы хотелось, чтобы мы вам рассказали еще? А про экономику кратенько сказать? Про экономику... Опять же... Как она изменилась? Уже сказали, да. А, да. Знаете... Денис сказал, что это холдинг, который мы не можем называть. Экономика... Это было главное, почему мы все это начинали. И мы видим, что там деньги есть. Но, в связи с тем, что мы вот чем дальше туда погружаемся, тем больше у нас возникает вопросов на самом деле. Почему? Потому что, я уже сказал, что по годам, всем это известно, что запас влаги очень изменчив по годам. И в зависимости от этого должны меняться нормы удобрений. И они должны меняться по зонам, опять же. А с другой стороны, вот мы в этом году очень долго у себя в компании спорили, как подходить, сколько вносить, вносить, не вносить, или вообще не вносить в красную зону, или что-то все-таки вносить. Никто нам на этот вопрос не ответит. Пока мы... Вот Стас уже сказал, у нас масса опытов, чтобы выяснить, в какой год, сколько, куда давать, и вообще давать или не давать. Мы пока не знаем. Мы сильно сократили в красную зону и оставили на опытных участках вообще без несения частично. Чтобы понять, ну зачем? Вот в красной зоне содержится у нас, бывает такое, в красной зоне 50 миллиграммов фосфора. Зачем туда добавлять фосфор? Что он нам даст? И вот и так там в избытке. Понимаете? Там неэффективен. И на эти вопросы, да, он там совершенно неэффективен будет. Но мы пока не знаем этих ответов на эти вопросы. И вот масса опытов, которые мы закладываем, поверьте, их очень много. У ребят очень много работы, вот у нашего отдела тучного земледелия, у Стаса, как руководителя лаборатории. Мы хотим это понять. Но то, что деньги там есть, мы это видим. Давайте я не буду сейчас называть абсолютные цифры. Почему? Потому что по годам они очень разнятся. Очень сильно. Тут я сейчас даже не говорю о цене на продукцию, да. Мы считаем в одинаковых цифрах по годам, чтобы увидеть эффект именно. Но они... Мы их увидели и на подсолнечнике, увидели и на пшенице. Они не такие огромные. Может быть, что-то мы делаем неправильно на сегодняшний день. Нам это все нужно разобрать. Мы очень недолго работаем пока в этой технологии. И на самом деле вопросов больше, чем ответов на данный момент. Но там очень интересно. И мы видим, что это все равно окупается. Несмотря на то, что я уже говорил, мы потратили немалые деньги на то, чтобы перейти на новые вот эти машины. Сейчас мы тестируем... Это все у нас происходило в хорошей зоне, в Зеленограде, в Ставрополе. Сейчас мы тестируем... Сколько у нас? Две тысячи? Да, в Морозовском. В Морозовском районе. Там, где более суровые условия, низкая продуктивность. И надо быть аккуратнее. Стоит ли такие деньги туда вкладывать, чтобы вот эту технику тоже покупать? И как она долго будет закупаться? Вопросов много. Но очень интересно. И, поверьте, мы бы и не стали тратить деньги, если бы не видели там... Потенциал. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот... Дифференцированное питание у вас сегодня приоритет, да? Что касается опрыскивания, дифференцированного сева, этим вы еще не занимаетесь, так? Мы занимаемся, у нас были опыты и по дифференцированному севу. По опрыскиванию, что вы имеете в виду? У меня дахмикаты, средства защиты? Да, да. Тут тоже, если брать средства защиты, тут вообще непочатый край работы, потому что я не слышал, что кто-то в зависимости от зон плодородия меняет норму. Просто так вот взять из того, что, да, зеленая зона, там, допустим, если брать самый дорогой препарат, это фумбицида на зимой пшенице, да, там порядка тысячу-двух тысяч рублей ложится на гектар. И, допустим, снизить норму в красной зоне, откуда мы знаем, может, там снизим норму, мы не убьем какого-нибудь возбудителя, и он быстро не перенесется там на зеленую зону. Здесь надо очень аккуратно все подходить, ну, надо учиться. Я не слышал, чтобы кто-то такие опыты делал пока что. Поверьте, мы очень много ездили, спрашивали, смотрели, говорили с учеными различных стран. Ну, вот конкретного ответа мы от них не услышали, а сами, мы не такая большая компания, чтобы вот все успеть сразу. А дифференцированный посев вы используете? Посев у нас используется, мы пробовали его. Наша техника позволяет это делать. Мы это применяли на кукурузе, на подсолнечнике сейчас тестируем, да, Старин? Да, на подсолнечнике. На подсолнечнике сейчас тестируем, но дело в том, что подсолнечник очень пластичная культура, и поймать этот момент довольно нелегко. Мы над этим пока работаем. По кукурузе, к сожалению, тоже там много интересного. Мы заметили, что можно на кукурузе это делать, но, опять же, подходы в разных зонах разные. В Зернограде это один подход, но мы тут отказались от кукурузы, поэтому эта тема ушла. На пшенице это мы тоже можем делать, наше оборудование позволяет, но мы сеем и так очень маленькими нормами высева. Какими? Ну, в Зернограде мы сеем от двух до трех с половиной миллионов. И в этом году, это не первый год, и в этом году такая же норма, пока у нас все живое. Правда, сходы до сих пор не везде, из-за погодных условий. Но, тем не менее, тесты мы тоже делаем. Вот Стас подсказывает и по гороху. Мы сейчас сеем горох. Вот в этом году уже посеяли 900 гектар. И мы там тоже дифференцируем, дифференцируем нормы высева. И будем смотреть результат. Они, пока нельзя сказать, что они очень достоверны. Нужен опыт. Мало времени прошло. А разница на сколько велика? Вот, допустим, два миллиона и три или как? По пшенице. По пшенице? Вы имеете в виду, какая разница? По разницам у нас складывается... Мы можем дифференцировать от полутора до трех с половиной миллионов без проблем. Тут дело в том, что где мы сеем и чего мы хотим добиться. Какой сорт еще. Какой сорт, какие предшественники. Что мы сеем? Семенные посевы, это питомники размножения. Вы знаете, что мы семенами очень серьезно занимаемся. Продаем их очень много, а зимой пшеницы я имею в виду. От этого все зависит. Возможности есть, желания есть. Нужно просто накопить базу, чтобы четко понимать, где и как работать. А удобрения в каком диапазоне? Вот здесь есть сложности. На разбрасывании сложности особо нет. Да, вот на опускывателе это сложнее. Там нет большого диапазона вариации. А на разбрасывании до ста килограмм нужно доходить. У вас минимально от 50 до 200. Выше 500. Слышно было, да? Да. От 50 до 200. Это совокупный объем внесения азакота или на рат? Нет, на одной операции. А за год сколько получается? А за год, наверное, некорректно, потому что разные подходы к нанесению фосфорных, сложных удобрений и к азотным. Но разница большая. В зерной зоне, если сравнивать с красной, может даже быть больше, чем пополам. Если мы в красную решим вообще не вносить, допустим, фосфор, да, не вносить азот на асселитру, допустим, не подкармливать сейчас, это нерационально, на наш взгляд. Но, допустим, вторую подкарминку надо дробить обязательно. И можно наполовину уже дробить по нашему опыту. А скажите, ну, может быть, это вопрос не к вам, а скорее, может быть, к Роману Петровичу по поводу покупки земли. Сейчас вот актуально узнать потенциал почвы, а вы уже вот знаете потенциал своих почв. И если новые земли приобретать, то стоит вот с этого, может быть, начинать. С этого, может быть, с этого, может быть. С этого, может быть. С техникум помогает оценить очень быстро. Единственное, что мне полезно, чтобы продавцу копать его земли там. Долго он не даст. Сейчас рынок такой, что земли много нет свободы. Но, в принципе, по индивиале оценить, почему нет. Мы это делаем по-тихому. Мы это делаем. Кстати, мы делаем с Агроновцев. Да. И в этом году у нас было так. Единственное, что они сильно по цене не уступают, но мы торгуемся. Роман Петрович, можно добавить? Просто неоднократно слышал NDI и дело по нашему собственному индексу, разработанному компанией Агроновок и запатентованному ASLiS. Да, да. Ну, то есть он тоже спутниковый композит, но все-таки это не NDI, это другой уровень. Вот я сейчас буду снимать, чтобы не завершать, что Дениса Валерьевича спросите. Денис Валерьевич, вы не будете так любезно рассказать на чем-то? Нет, ну сейчас, извиняюсь, есть зашла ОБС-оценка с космосом, вы же не выезжали, а помните, мы там делали недавно какое-то хозяйство, не будем говорить где, да? Но там не было выезда, то есть там не было ASLiS, там была чисто оценка космоснимков. Более комплексно, как правило, нежели просто... Ну или нет, потому что космоснимок было или нет. Во-первых, многолетние мы смотрели снимки, да? Ну да, NDI, в том числе. А, микрофон, я понимаю. Ну, что касается ASLiS, да, мы не делали там зоны, да, мы смотрели как бы массив спутниковых снимков, но смотрели еще, кроме этого, архивные картографические материалы, то есть почвенные топографические карты. То есть смотрели ревьер, смотрели почву, смотрели снимки в этом случае и не собирали из многолетних снимков зону. Вот, наверное, работа по оценке, она этим отличается. То есть здесь действительно не было создания ISF-индекса. Оценку земель можно делать без ISF-индекса, если только с целью приобретения это делается, да? Или же с ISF-индексом, если мы дальше там прицеливаемся на дефисения... Ну, тут еще... Ну, тогда действительно надо ехать копать, а ехать копать, наверное, не всегда получится. Тут еще момент времени, насколько располагаем времени, чтобы вот так подробно вникать. Да, потому что времени нужно на комплексное обследование на три месяца минимум. Еще один интересный момент я бы хотел вам рассказать, что вы заметили. Вот те опыты, которые зачастую закладываются в хозяйствах, демо-опыты, опыты-испытания какие-то, полосы на одном поле выбирать и оценивать. На мой взгляд, на сегодняшний день это делать без знания зон плодородия в поле. Ну, это значит получать заведомо недостоверные результаты, понимаете? И делать на их основе какие-то выводы по сортам, гибридам и так далее. Вот Станислав мне сейчас подсказал. Допустим, мы уже три года располагаем свои семенные участки, особенно те, которые... Ну, дефицит семян, питомники размножения, сей по 50 килограмм, мы их располагаем с учетом наших зон плодородия на самых лучших участках. И мы видим, что все, допустим, 50 килограмм азимой пшеницы мы получаем там урожай не ниже, а зачастую и выше, чем на товарах-посевах. Вот в этом тоже зоны помогают. Много, на самом деле, возникает небольших, вроде бы, моментов, которые помогают дальнейшей деятельности. Да, это такой побочный эффект получается. Ну, это даже не побочный, это прямой эффект. Который может стать и основным в каких-то ситуациях. Но я тоже поделюсь, у нас такой опыт был еще в Саратовском области. То есть опыт заложили до того, как мы сделали зоны, вот, и посчитали, что не отработал удобрение, амофос, по-моему, мы не вносили. Вот, а потом мы сделали зону, и увидели, что эта зона, ну, в чистом виде красная, там, с чуть-чуть небольшими приближениями желтого, да. И было, ну, а сравнивали, вот, зону, куда внесли удобрение, с зоной зеленой. И, соответственно, результат, вроде бы, не был виден, да. Получается, просто, ну, потенциал этой зоны, он был сильно ниже базового. И получилось, что вот без учета как раз зону плодородия, заложенный полевой опыт, не дал результата. Так что, да, это очень важно в такой момент. Друзья, есть еще вопросы к представителям РЗА ГРА? Нет? Ну что ж, тогда хочу поблагодарить всех участников, спикеров.